В новом городе завершается ремонт дороги, который проводится благодаря нацпроекту безопасной и качественной дороги. В этом году удалось отремонтировать участок почти 2 километра протяженностью на 10-м проезде инженерном. Обновлено 25 тысяч квадратных метров асфальта, нанесена термопластиковая разметка, установлены дорожные знаки, для пешеходов обустроено 8 переходов, проложен тротуар, которого до ремонта не было. Кроме того, вдоль дороги смонтировано освещение. На завершающей стадии все светильники, как обещают в администрации, заработают. Автолюбители отмечают, что долгое время проезжая часть была в плачевном состоянии. Сегодня путь стал безопасным и удобным как для водителей, так и для пешеходов. Капитальный ремонт второй поликлиники ЦК МСЧ завершится до конца текущего года. Впервые с момента запуска здесь ремонтируются второй, третий и четвертый этажи. По программе обновления первичного звена профильного нацпроекта на эти работы выделено 53 миллиона рублей. После обновления здесь внедрят стандарт бережливой поликлиники и удобную навигацию. Терапевтическое отделение разместится на втором этаже, хирургическое и дневной стационар на третьем. Узкие специалисты будут вести прием на четвертом этаже, где расположатся диагностические службы и кабинеты амбулаторной реабилитации. Также благодаря нацпроекту поликлиника завелась новым медоборудованием, позволяющим проводить обследование пациентов с минимальной лучевой нагрузкой и в кратчайшие сроки. Почти три тысячи общественных наблюдателей будут работать на избирательных участках по всей Ульяновской области. Отмечается, чем ближе дата голосования, тем интенсивнее информационные атаки из-за рубежа. Руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, для защиты от провокаций все общественные наблюдатели должны быть обеспечены кодексом этики и золотым стандартом наблюдения, который был модернизирован в этом году. Безопасность процесса на участках в дни голосования будут обеспечивать сотрудники правоохранительных и силовых структур.